продолжаем изучать тору всеми возможными способами так отлично telegram youtube facebook можете делиться обязательно подпишитесь на все наши каналы потому что иногда бывает тут подключился там подключился и буду вам очень благодарен и все люди будут вам благодарны и всевышний будет вам благодарен если вы будете делиться этими уроками с окружающими потому что мы сейчас изучаем тему благодарность которая является ключом ко всему вообще это просто фантастическая фантастический ключ ко всему мне вчера писал один из участников урока он говорит вы не поверите работает вообще удивительно на меня начала кричать жена ну там вообще вообще он говорит я раньше был очень зацепился бы за это а я в 10 минут она на меня кричала я внутри благодарил всевышнего за то что за все что у меня есть хорошего включая жену через 10 минут она говорит устала извинилась и у нас все дальше пошло нормально представляете вчера получил такое письмо он говорит благодарность работает и действительно благодарность работает нет у нас другого выхода потому что есть два варианта или ты благодарен и ты доволен и ты присоединен к всевышнему тебе хорошо всевышнему хорошим миру хорошо или ты недоволен и тогда ты недоволен жизнью всевышним собой людьми конфликты и скандалы все то есть как благодарность ключ ко всему также неблагодарность ключ к ко всему плохому то есть есть как бы два варианта только и свобода выбора выбирать быть благодарным или выбирать быть неблагодарным все теперь сегодня наверное благодаря благодарности так получилось что открываются прямо удивительные вещи вот я сколько лет учу тору уже больше 20 лет но этих вещей в как-то но они вы знаете интересно что можно как бы проскочить мимо вот чего-то важного проскативать проскативать потом об и заметить это вот я сейчас начал замечать эти вещи которые раньше не замечал значит пишет он такую вещь интересную он говорит посмотрите на слово тора как слово тора написано на иврите кто знает как написано слово тора она состоит из четырех букв буква буква тав это вот так последняя буква кстати в алфавите в ивритском буква тав она ее числовое значение 400 буква вав которая читается как о поэтому у меня фамилия пинтусевич или пинтосевич в израиле называют пинтосевич одна и та же буква читают ее кто как хочет можно у можно у то есть выглядит она одинаково ой лю теперь да теперь значит тора то же самое вав это буква и числовое значение 6 рейш буква числовое значение буквы рейш тора рейш это 200 и она выглядит такая как загогулинка просто вот такой как треугольничек такой только вот этот вот угол прямоугол он он закругленный такой тора и последняя буква это и это буква тора и и числовое значение 5 вместе получается у нас сколько 611 числовое значение слова тора 611 а спасибо какое числовое значение неважно но он говорит пишется как спасибо то да те же самые буквы только одна буква отличается в торе это рейш вот такая вот треугольничек закругленный авто да благодарность это буква далит далит это такой же треугольничек как и рейш только пивочка такая торчит он говорит благодарности тора это говорит одно и тоже практическое слово разница в маленьком вот этом вот пивчике который там торчит он говорит а что как вообще по найти в том как вот соединить это все откуда вообще берется тора как она к нам приходит он говорит только через праведников то есть вы есть вот этот вот пивчик да то есть есть книги есть окружающий мир и вот живет человек до живет человек и он в любой из нас мы же были в детстве просто компьютер без программ вот просто такой компьютер без программ и что человеку информационно в голову качают то тему наявляется родился в китае тебе говоришь на китайском родился в там в колумбии на колумбийском например да или какой там язык испанский то есть получается что человек он накачивается информация но душа то у всех божественная душа тянет к богу да и а тело тело инстинкты которые вообще не зависит от мышления это животное как кошка к нему там или тигр или какой-нибудь там собака может быть да то есть инстинкты они одинаковые помните фильм про шарикова был и вот у человека начинается так если у него животное внутри если у него душа в а есть у него интеллект который он пытается найти как ему в этом мире быть счастливым все люди ищут одно и то же все люди без исключения в мире ищут одно и то же хотят быть счастливыми хотят чтобы им было хорошо теперь но как сделать так чтобы было хорошо и тут все начинают себе искать разные пути и вот значит кто-то ищет путь себе там я не знаю ну все ищут разные какие-то идеологии человеку все люди живут какой-то идеологии как все верующие все верят кто-то верит в там разные есть системы все люди во что-то верят то есть и люди верят как устроен мир зачем человек откуда он взялся все верующие то есть атеисты это верующие в атеист религиозные это верующие в бога и между ними есть какие-то там гностики агностики стоите там и так далее прочие эти самые коммунисты филателисты как в общем теперь если человек вот как я стал искренне верующим да то есть я искал путь а потом когда человек ищет путь к богу он он ищет людей которые уже с богом соединены если вам повезло и вы нашли вот такого человека праведника такого святого человека вы видите он реально святой он реально добрый он реально счастливый он реально на на контакте со всевышним то тогда ваша тора тора это как учение слово тора переводится как учение оно превращается то до благодарность то есть маленько вот это вот разница между рейш и далит кто и вред знает понимает написано одинаково тора учения то до благодарения вот он тут такую вещь приводит интересную что это такой намек в какой момент тора которую человек учит она становится его сутью только в момент когда он испытывает вот такую вот прям огромную внутреннюю благодарность всевышнему и тогда ему становится хорошо теперь дальше он продолжает очень такую переходит как бы он с временем объясняет из конца в конец значит благодарность это путь соединиться со всевышним неблагодарность это страшная вещь и он говорит эту такую вещь которая тоже для меня удивительная нет такой ситуации когда человеку дозволяется пребываться в состоянии уныния постоянному нынии нет такой ситуации когда человеку дозволяется пребывать постоянно в нын ситуация уныние этоacитра ага это как зло да это силы зла в чистом виде и поэтому всевышний ненавидит уныния представляете всевышний бог творец мироздания Он ненавидит уныние. Вот почему даже 9 ава, это день разрушения храмов, это самый темный день в году, 9 ава, когда был разрушен первый храм, разрушен второй храм. А почему это именно самый темный день? Потому что 9 ава, народ Израиля, который Бог вывел из Египта чудесами, знамениями, десятью казнями, расступлением моря, дарованием Торы, они все были пророками. И вот они подходят 9 ава и возвращаются разведчики из земли Израиля, двое говорят, мы победим, десять говорят, мы не победим. И вот они стоят перед выбором, так, во что верить, во что верить, во что верить, во что верить, победим, не победим, будет хорошо, не будет хорошо, мы зайдем, Бог нас привел сюда для добра, или же он, или вообще. И вот у них начинается паника, и они плакали всю ночь, впустую плакали. И Бог сказал, говорит, все, значит, вы точно, он говорит, неисправимы, значит, вас на 40 лет в пустыню, значит, чтобы то поколение умерло, потому что вы как бы, ну, как после всего, что вы увидели, вы еще продолжаете не верить. И уже ваши дети, которые вы говорили, прям в Торе так написано, вы говорили, что ваши дети умрут в пустыне, так вот они зайдут в землю Израиля. А вы, которые предполагали плохое, вы не зайдете. И, значит, но говорит, сейчас вы плакали впустую, у вас не было причины, вы плакали из-за своих ожиданий, что, может быть, будет плохо. У вас теперь все будут причины в этот день плакать. И первый храм был разрушен, второй, и все самые большие несчастные навредственный народ приходили 9 августа, включая, когда вот сейчас идет эта война, и был такой, был Шарон, был премьер-министр Израиля, и они решили отдать гушкатив. Это была целая такая вот полоса, которая, там были кибуцы, там были укрепления, там были поселения. И Шарон говорит, а мы отдадим это в газу, отдадим Хамасу. И написали отдавать, когда в июле, там, в июле, в августе, через полгода. А когда пришел, приблизился срок, Шарон был настолько вред, что не знал эгрести календарь. 9 августа, 9 августа. И отдали его тогда, они поняли, что можно силой разговаривать с Израилем, и, значит, вот сегодня война, последствия вот того 9 августа, которое Шарон тогда отдал гушкатив, и, значит, отдал гушкатив. Теперь, значит, но говорит нам Равшалон Аруш, что даже 9 августа человеку не разрешено полностью погружаться в уныние. В иудаизме вообще нет места унынию. Ни на одну секунду в жизни человеку не разрешено испытывать уныние. Уныние – это ересь, отрицающая, что все к лучшему, и нет никакого зла в мире. На самом деле, все к лучшему без исключения. То есть, он говорит такую кардинальную, такую экстремистскую вещь. Он говорит, уныние – это признак неверия в Бога. Уныние – оно запрещено категорически, то есть, это и есть самое большое отрицание Всевышнего – пребывать в унынии, ожидать, что будет плохо, нытье. Теперь дальше он объясняет. Он объясняет, как это работает. Это удивительная вещь. Спасибо Всевышнему закону. Он говорит так. Мы даже не понимаем, до какой степени ужасен грек нытья, приводящий к осквернению Божественного имени. Нытье оскверняет имя Всевышнего и затрудняет откровение Царства Божьего. Значит, это Скорлупа, Амалека. Значит, Амалек – это антипод еврейского народа. То есть, есть еврейский народ, его функция – это стопроцентная вера во Всевышнего. Как Бог сказал, вы народ священников. Значит, из-за того, что Авраам, Искак и Яков, они были настолько преданы Всевышнему, что просто, ну, не было для них никого, кроме Всевышнего. Яков получил имя Исраэль. Значит, Бней, Яков, сыны Якова, сыны Израиля – это народ Израиля. Бог сказал, народ священников, значит, вы народ священников и народ святой. Значит, они были не готовы. Он говорит, хорошо, сейчас будет тренировка, спецназ, египетское рабство, чтобы вы полностью в этом мире разочаровались. То есть, что такое раб? У него нет ничего своего, у него нет ничего вообще ему принадлежащего. Он полностью, полностью он тренируется, раб, быть, как бы, продолжением хозяина. И он, как бы, все, у него нет ничего своего. И вот они были в рабстве, в рабстве, в рабстве. И потом Всевышний говорит, вот, смотрите, теперь вы были в рабстве, я вас сейчас освобождаю, теперь вы мои рабы. Вы в этом мире просто проводники такие, да, божественного света. Все, готовы? Готовы. Все, готовы. Потом, ну, вот, смотрите, вот море раступилось. Готовы? Готовы. Тору вот вам дают. На, те. Готовы. Готовы. Потом подошли к земле Израиля. Ну, все, заходим. Ой, не готовы, не боимся, не получится. У нас не получится. Так не вы же идете, я же иду, Бог говорит. Я, я иду. Вам не надо быть готовыми. Я готов. Я Бог, хозяин мира, создатель. Вам нужно было только быть готовыми, быть с Богом. Что же вы молчите? В общем, Амалек наоборот. Амалек, он антирелигиозный, антибожественный, антидуховный. Это народ, который, Амалек, это тот, который лакает кровь. Вот все вот эти маньяки, убийцы, садисты и так далее, это все, они потомки вот этого народа Амалека, для которого самая, как бы, сущность силы зла убивать, уничтожать и так далее. Это два народа антипода. Народ Израиля и Амалек. Так он говорит, что вот этот Амалек, его числовое значение, это слово сафек, сомнение. И вот, когда начинали, они вышли, когда начали сомневаться в Боди, на них напал Амалек. То есть, теперь он переводит здесь это на каждого из нас и говорит, что истебление Амалека в реальной жизни означает искоренение неблагодарности в наших собственных сердцах. То есть, когда мы убираем неблагодарность, мы уничтожаем этого Амалека и убираем вот эту перегородку, которая нас разделяет со Всевышним. И пока весь народ Израиля не избавится от склонности к жалобам, престол и имя Всевышнего не будут совершенными. И он задает вопрос, пусть каждый, он говорит, спросит себя, вот каждый пусть спросит себя такой вопрос. В чем проявляется Царство Божие, если народ Израиля, народ Божий, ноет и жалуется? Разве это называется Царством? Если весь народ недоволен своим Царем, если он ропщит и жалуется, все время пребывая в унынии, разве такого Царства Божия? Нет большего позора для Царствия Божьего, чем человек, пребывающий в унынии. Вот прямо такой он экстремист, он говорит вообще. И он объясняет, а чего ты унылый такой, да, чего ты унылый? Ведь когда человек пребывает в унынии, это означает, что он не принимает Царство Божьего, не соглашается с его законами и постановлениями. Таким образом, получается так, как будто Всевышний правит своим миром не по справедливости. То есть человек унылый, он говорит, ну ты вообще все несправедливо, мне не нравится, я недоволен. Все, что ты сделал со мной, с миром, вокруг, недоволен. Теперь, так оно выглядит со стороны, ведь если у подданных возникают жалобы, они, значит, недовольны правлением Царя, своими жалобами они оспаривают справедливость Всевышнего. То есть человек своими жалобами, он оспаривает справедливость Всевышнего. Можете себе представить, вообще джи-ш. Каждый, кто не радуется происходящему с ним, кто не принимает законов Всевышнего, тот, следовательно, думает, что Всевышний не прав в своем управлении миром. И если он так, как бы выступает против Бога, тут же раскрывается дело того самого ропщущего или унывающего человека и проверяется, есть ли правда в его жалобах. Может действительно Всевышний, Боже упаси, забыл воздать ему должное за что-то или обошелся с ним несправедливо. То есть он как бы выступает судом на Всевышнего, он недоволен. А это страшное унижение для Всевышнего, когда его подозревают в несправедливости. Поэтому уныние, жалобы, недовольство, они все запрещены. Это амалек, враг, враг Всевышнего, враг еврейского народа. Поэтому все, друзья, вообще не жалуемся, а благодарим Всевышнего. Теперь вы спросите, ну как же можно все время благодарить? Это же нереально, особенно когда человек привык всю жизнь искать недостатки. И вот сегодняшний урок вот здесь дает нам еще один практический инструмент. Значит, мы пока из практических инструментов, таких вот удобных, выучили следующее. Первый, самый практичный инструмент, это спрашивать себя, за что я благодарен Всевышнему прямо сейчас, как можно больше раз в день. Значит, и чтобы как можно больше раз в день это спрашивать, можно привязать это, например, когда я вижу мужчину в очках, значит, я спрашиваю, за что я сейчас благодарен Всевышнему? Или когда я вижу женщину? Или когда я, когда звонить телефон? То есть, сделать себе какую-то зацепку. И как только это происходит, сразу себе задавать внутренний вопрос, за что я прямо сейчас благодарен Всевышнему? И, значит, говорить за что-то благодарен. Второй практический инструмент, очень простой. Это говорит сотни-сотни раз в день, «Килеурамхаздо», что «Вечна милостиво», «Вечна милостиво», «Вечна милостиво», «Вечна милостиво» – это отрывок из псалмов, значит, отличный отрывок. Теперь, сегодня, это вот то, что я начал использовать, и мне это очень помогает, очень мне это помогает. Теперь, сегодня тоже очень практичный инструмент, который можно использовать каждый день, чтобы перекодировать себя на состояние благодарности, Перекодировать свое мышление, перекодировать свой подход к жизни, перекодировать свой мозг, свое внимание, свой интеллект на то, чтобы видеть бочку меда и благодарить даже за ложку дегтя, которая в итоге окажется чем-то тоже полезным. Потому что если ты веришь, что оно будет полезным, оно переворачивается в полезное. И все то время, пока ты веришь, что то, что тебе даже не нравится на твою пользу, оно тоже как бы меняет полностью твое эмоциональное состояние и ситуацию. Теперь здесь инструмент очень хороший, 12-й. Благодарность за твою память и за твой мозг, говорит нам Розелик Плистин, такой как совет лайфхак. I am grateful for my memory. Я благодарен за мою память. Насколько часто, спрашивает он, вы слышите такие слова? Он говорит, скорее всего, очень редко или никогда. Намного чаще люди жалуются на свою память и говорят, ой, я не помню, ой, забыл, опять забыл, опять забыл. Он говорит, ну это же несправедливо. Твоя же память это уникальная. То есть память человека, ты помнишь миллионы вещей, ты помнишь годы своей жизни, ты помнишь, ну вообще, столько у тебя в памяти, 100 миллиардов нейронов, которые каждый вмещает там тысячу, миллион чего-то, битов информации. То есть вообще возможность мозга запоминать, она, ну нереальна. Он говорит, почему люди выбирают, вместо того, чтобы каждый раз, когда что-то вспоминают, говорить спасибо Всевышнему, что я помню, вау, как удивительно, что я помню вообще дорогу домой. Вот это вообще. Встречаешь человека, обычно, вот не помню, как его зовут, блин, лицо помню, а так не помню, вот что за память у меня. Можно же наоборот, вау, я помню человека, я его видел 20 лет назад, лицо помню, какое спасибо Всевышнему. И он говорит такую вещь интересную, что если ты будешь благодарить за свою память и за свой мозг, то его работа улучшается. Если ты будешь жаловаться, работа ухудшается. И он приводит такой, как лайфхак, вот если ты что-то забыл. Он говорит, нужно сделать так. Это уже история идет, как один человек пришел к Равину, говорит, вот я плохо запоминаю, как мне там с этим быть. Равин ему посоветовал такую вещь. Прямо вот в конце, видишь, история. Он говорит, кто-то, кто верил, что у него плохая память, он разговаривал с Равином и спросил его, что ему делать, чтобы улучшить свою память. И Равин поделился с ним несколькими инструментами и техниками, которые он использовал. Самый полезный инструмент был следующий. Когда тебе тяжело что-то вспомнить, что нужно сделать, нужно себе задать вопрос, какие 10 вещей я помню. И вспомнить каких-то 10 вещей, которые ты допомнишь. И после этого выразить свое appreciation to our Creator. После этого выразить свою благодарность создателю за то, что дал нам мозг и память. И когда ты выражаешь свою благодарность всесильному, всесильный будет помогать тебе вспоминать больше вещей. И когда ты вспомнишь и будешь использовать этот инструмент, тоже поблагодаря Всевышнему. То есть, видите, здесь мы тоже пришли к благодарности. Как это работает психологически, что человек, чтобы вспомнить, нужно время, нужно быть спокойным. И когда ты пытаешься вспомнить, не можешь, впадаешь в стресс, это наоборот уменьшает шансы вспомнить. Но когда ты расслабляешься, когда ты говоришь, так, это я помню, это я помню, это я помню. Это спасибо Всевышнему. Спасибо, что память работает. И помоги мне вспомнить еще одну вещь. Вероятно, что она придет, вырастает. Я помню, мои друзья здесь были у нас в гостях. И он перед шаббатом куда-то в ящик положил ключи от машины. И вот заканчивается шаббат. Их целая семья, много детей. И он говорит, я вообще не помню, где ключи. Вот я вообще, говорит, вот просто. Даже у меня понятия нет, где ключи. Значит, а я говорю, есть такая сгула, как, что нужно бросить в здаку монетку и сказать, что это идет в заслугу Раби Мэйр Бааля Нес. Был такой великий праведник, Раби Мэйр, который делал чудеса. И в заслугу Раби Мэйра Бааля Неса, вот я сейчас делаю в Митсву заповедь здака, в заслугу Раби Мэйра Бааля Нес, чтобы я вспомнил то, что мне надо. Я говорю, вот сделай так, давай. И он, значит, так делает. И он такой, я помню, стоит. И вот в кухне, и он на кухне так вот берет руку куда-то в ящик такой, в какой-то маленький ящик отодвигает и вытаскивает ключи. Говорит, вообще вот просто чудо-чудо. Вот, поэтому это работает благодарность, помогает даже запоминать. Спасибо вам, что вы пришли на урок. Спасибо вам, что вы помогаете в Айкра. Спасибо вам, что вы любите Всевышнего. Спасибо вам за все хорошее, что вы делаете. И спасибо Всевышнему, что дал нам возможность узнать о Всевышнем, изучать волю Всевышнего, учить Тору и служить Всевышнему. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний дал нам всем заслугу благодарности, мир. Сейчас, я думаю, что большая часть людей в мире должны молиться о мире, потому что война – это страшно, война – это страшно, и мы должны молиться о мире, и уже достаточно, потому что обычно Всевышний делает войны, чтобы мы вспомнили о Всевышнем. Во время войны атеистов нет, во время падающего самолета атеистов нет, во время бомбежки. Даже, я помню, есть такой Фридс Перлс, основатель директор терапии, и он не религиозный, он пишет. Один раз в жизни я пережил связь со Всевышним, и я могу сказать, что в тот момент я был да-религиозный. Но этого момента, этого чуда не хватило мне, чтобы стать уже религиозным дальше. Он рассказывал, что во время войны на фронте он был в окопе, значит, в третьем окопе. Он был врач, Первая мировая война, и его перевели в первый окоп, который был более опасный. И потом началась бомбежка, и он там лежал под этими бомбами, там все, он говорит, и я не религиозный, но начал молиться Всевышний, спаси меня, спаси. Потом наступает тишина, заканчивается бомбежка, и я, значит, поднимаю голову, выложу из окопа, и третий окоп, где я должен был быть, который считался более безопасным, чем первый, его полностью снесло, разбомбило, и там все погибли. И он говорит, и вот эта тишина, и все, я такая у меня была благодарность Всевышнему. То есть, Всевышний вынужден делать нам бомбы, чтобы мы вспомнили о Всевышнем. Поэтому, если мы и так о нем вспомним, если мы будем благодарить и будем просить Всевышнего, чтобы наступил мир, то мир наступит. То есть, в принципе, войны нужны только для того, чтобы люди опомнились и поняли какое-то огромное зло, война, насилие, это огромное-огромное зло. Поэтому, спасибо Всевышнему, мы урок поняли, мы хотим все мира. Пожалуйста, мир и те злодеи, которые хотят воевать и убивать, пускай они, сами вот те, кто зачинщики этой войны, пускай они исчезнут вообще из нашего мира, добрых, хороших людей. Все, всем спасибо большое, и, значит, удачи и успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok